Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про собачий вес. О здоровье собаки мы часто судим по ее весу. Излишняя худоба или наоборот ожирение являются свидетельствами проблем в организме животного. Владельцы лающих часто задаются различными вопросами о весе своего питомца. Например, как определить, какой вес считается оптимальным для собаки, или как понять по внешним данным животного, что с массой его тела что-то не так. Мы собрали самые популярные вопросы про собачий вес и подготовили на каждый из них подробный ответ. Итак, начнем. Показатели оптимального веса часто зависят от породы и типа конституции животного, поэтому дать один ответ на этот вопрос для всех собак в мире невозможно. Диапазон чисел оптимального для вашего животного веса может дать специалист после осмотра и замеров питомца. Да, по внешним данным можно сделать выводы нормальный вес у питомца или нет. Правда, такой осмотр больше носит профилактический характер и не освобождает хозяина от обязанности проверять вес животного хотя бы раз в год в кабинете у ветеринара. Итак, как определить оптимальный ли вес у вашей собаки по внешним данным? При нормальном весе ребра и позвоночник у питомца пальпируются, но при этом не обязательно просматриваются. При осмотре сверху у животного видна талия, а при осмотре сбоку виден подтянутый, не свисающий живот. При лишнем весе ребра и позвоночник животного тяжело прощупать из-за слоя жира. При осмотре сверху талия либо едва различима, либо неразличима вовсе. При осмотре сбоку живот провисает. Также присутствуют жировые отложения на бедрах, грудной клетке и основания хвоста. При излишней худобей, недоборе веса ребра, позвоночник и выступающей части костей собаки видны даже на расстоянии. При этом у лающего на теле жировые отложения отсутствуют в принципе. Обычно собаки страдают лишним весом из-за переедания, несбалансированного и некачественного питания, недостатка физических нагрузок. Также нередко ожирение становится следствием заболеваний внутренних органов животного. Недобор веса у лающих может быть из-за некачественного и неподходящего собакам по типу питания, проблем с желудочно-кишечным трактом и заражения паразитами. Также немаловажным фактором, провоцирующим резкое похудение питомца, является стресс. Мы ответили на самые популярные вопросы про собачий вес. Берегите своих лающих и следите за тем, чтобы они всегда пребывали в оптимальной для себя физической форме. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!